Чтобы не оказаться вон там где-нибудь, или вот здесь где-нибудь, надо быть не просто христианами, а истинами, последователем, последователем, не учению, а примеру Иисуса из Назарета, в каком появился Дух Спасателя, Дух Христа. Не о себе он думал, не о себе, поэтому спасатель. Не себя спасал, свою шкуру, на всех наплевать. Спасал всех других, а потом о себе подумал. Подумал, подумал, не сомневайся. Не все, что говорят, истина, не все, что пишут, тем более истина. Это к смерти ведется, буква. Только любовь к жизни. Вот, чтобы не попасть туда, чтобы не оказался крест, как здесь, на земле без любви, так и на земле, под тобою, над тобою. Надо любовь проявить. Бога не надо. Бога не надо. Бог все. Бог все. Бог все. Бог все. И воздух, и звезды, и небо, и земля, и камень, и растения, и Бог живой. Значит, камень живой, растение живое, воздух живой. Он подтвердить может. Цветы, птицы, животные, растения живые. И все, что мы создаем, оживляем мы. Мы творцы здесь. Но мы не верим. Поэтому оно умирает сразу же. Даже к жизни приходит, как и мы. Поживем здесь 50, 60, 70, 80, 100 лет, 200 лет, кто-то, 300. И уходим. Потому что здесь тяжело. Здесь мы жизнь не создаем, она расплывается. Потому что везде мало света, мало темнота. И свет, он хоть сильный, но он никакой. До всего этого пространства темноты, ада. Поэтому мы здесь, да, мы здесь воины света. А что ты думал? И мы дети, да, отца. Он не бросил. Послал туда сына. Тебя и меня. Дочь, тебе и много других. Чтобы мы были ангелы, детьми. А дети сюда приходят, и им сразу границы. Вы свободны, да, свободны. Мы от неба, да, у вас небо. Заходите, заходите, заходите. Да, вот вы здесь пока что ничего не трогайте. С этого начинаем. Вы слушайте нас, мы старшие. Мы здесь все знаем. Мы вам покажем. Мы папа, мама. А он там, дедушка, бабушка. Все мы здесь давно. Здесь всякие проблемы. Вам это знать сейчас не надо. Вы просто нам отдайте всю силу. Мы устали. Отдайте нам всю силу. Мы для вас все сделаем. Доверьтесь вы нам. И дети говорят, ха-ха-ха. Не так легко и просто. Надо душу спросить. Совесть так очень громко говорит. И совесть говорит, не надо, не надо, не надо. Не надо слушать старых этих предателей. Те, что в отражении уже поймались. Образы. Матрицы. Люциферы. Все они так блестят, все такие обещания дают. Красиво, блестиво. Да, они хвалят и про любовь говорят. Ну, любви-то мало. Дети чувствуют. И совесть говорит, да, да. И что здесь делать будем? Совесть не знает. Она инструмент. Душа говорит, ну, как ты поступил бы? Тебе право выбирать. Ты свободный. Ты дитя, ты запомнилась жизнью всю свою. Сам выбирает. Сам выбирает. Что посеешь, что пожнешь. И дитё смотрит, наблюдает. Начинает подсказывать себе. Давай так, давай так. Давай со мной. Да, да. Просто не получается. И тогда выводят из себя. Страх, плач, слезы, обиды. Ой, как страшно. Первый раз обидеться. Ой, какое чувство неприятное. А потом всю жизнь мы в этом чувстве живём, им питаемся. Потом оно отравляет, и мы тело покидаем. То, что осталось у нас, чуть-чуть, может быть, свято, что вот здесь не погасло. Если не погасло, то, к сожалению, ничего. Жизнь, хоть и любовь, но выбор быть любовью и жизнью, это свято. Единственное свято, что есть, это выбор твой. Если ты не выбираешь, свято места не бывает. Выбор сделает за тебя тот, кто поумнее здесь, в системе. Кто потом всю силу твою получит. Поэтому выбор делать никогда никому не предоставляй. Никогда, никогда никому не давай выбор за свою жизнь, за что-либо всегда. Сам выбирай. Сам. Сама выбирай. Если ты ошибся, ошиблась, не страшно, не страшно, но если выбор не твой и решение не твое, а за тебя кто-то сделал, то тебе накажут. Тебе накажут. Если ты сам выбор сделал, ты себе можешь наказать, ты можешь сказать, слушай, я-то старался. Ты наказываешь голову свою. Или голова накаживает душу. Мальчика, девочку. А если ты сам выбор сделал, согласие с душой, то вы вместе решите, как мальчик, как отражение, то в этой матрице форма твоя, здесь форма. Форма — это сознание, оно должно чисто быть. Она даётся тебе, но она как роллинг, он как образец просто всё. Ты знаешь его в чувстве, только чувствуешь себя. Кто ты в детстве? И потом это чувство, если ты утратил, эту форму уже не найдёшь. Только если ты протянешь руку, и тебе помогут, ты гордость уберёшь, как сейчас в карантине. Поэтому я здесь, чтобы вам это рассказать наглядно, что в карантине пройдёте, вон там вам место будет. А как пройти? Не как вот говорить тебе матрица, диктует форму тебе предлагать. Туда ходи, то делай, то не делай. А корону-то сними буквально. Иисус говорил, встаньте как дети. Нам коронавирус говорит. Сними корону. Вирус от короны, сними её, выйдешь из карантина. И вот подумай, что такое гордость? Что такое корона? Что такое? Это ты здесь главный, как мама, папа. Перестань быть главным. Перестань. Пусть все будут одинаковы. Детей Иисус призывал к себе. А те взрослые, где он учил, не пускали. Подальше их отсылали. Он говорит, пустите детей ко мне. Ко мне. Это не значит, что он Бог поэтому. Он говорит, ко мне пустите. Я с ними хочу пообщаться. Это мои братья. Нет, не пускали. Не пускали. Дай с нами поговори. У них там всё ясно. Они-то знали, что дети-то спасены. Они и слушали, понимали Иисуса. Да? Он говорит, ну, вы уже знаете, они спасены. Пустите их. Ко мне пообщаться. Туда пустите. Враль создать вам. Послушайте. Нет. Тогда не получалось. И сейчас тоже. Сейчас тоже. Кто детям доверит? Что? Им не доверяют ничего. А магия-то в том, чёрная. И наш грех в том, что мы не доверяем тем, кто в Боге больше в освете любви. Это дети. И никто больше и больше любовью не будет наполнен, чем дети. Мы им не доверяем. Это же самый большой грех нашего общества. Мы хулана Духа Святого. Рождаем жизни. И то, что мы их рождаем, Бога рождаем, думаем, что мы должны Бога контролировать. Тело рождает Бога, дитя, девочка, мальчика. И мы думаем, телом сознание, если у нас не чистое сознание, если послушания нету в душе, послушание — это слушать добровольно, добровольное желание. Если нету этого, то мы тогда убиваем этого Бога. Мы не даём Ему проявить себя как Бога на земле. И мы сами не проявлены. Это проблема, это дилемма уже веками, веками, веками. Я же сейчас сижу впервые, чтобы вам это объяснить, что детей надо в рай пустить. Не угнетать, снять все ограничения, все маски, что мы продвигаем. Униформы нету, она чистая, она в чувстве, она любовь. Эта любовь есть Бог. И мы Бога принимаем в семью. Мы Бога сюда рождаем. Бог рождает Бога. Если ты Бог, ну, если у тебя Бог маленький, и ты его поработил, и служишь Богу отражению, что говорит, вот чисто Бог устаёт силу любви, а форма будет извне. А дети без формы, чистая любовь. Чистая любовь — Бог. Если мы Бога ограничиваем, то мы Бога не принимаем. И детей мы убиваем. Жизнь берём от Бога, а детей — радость, любовь и спокойствие, прощение. Отдаём им свою боль. И вот если взять то, что Иисус сказал, Он сказал, что истинные последователи Его не учения, а Его поведения, Его жизни, образа, они будут знать, как. Это дети, дети, дети. Дети несут проблемы, родители успокаивают их. Когда они касаются проблем детей лично, дети всегда настроены на помощь. Всегда. Энергия отдаёт. Это один поток. Любовь течёт в одном направлении. Тем более у Богов. У Богов, детей, течёт всегда к нам. Кто помнит себя детём? Вы помнили, как было так? Хотел, не хотел, помогал, прощал, отпускал. Если близким, тяжело было, но об этом Иисус и говорил. Тяжело с близкими. А с чужим очень легко. Если ты ещё тем более чувства не потерял, то всегда даёшь. Чем больше за день ты отдал, помог чужим. Тем лучше, тем лучше. Своим тяжело. Не надо своим помогать, если не просят. Потому что просят, тогда с смирением корону снимать. Уже не в карантине. Кто в карантин попал, тому помогать бесполезно. Он возьмёт съезд и там останется. Он думает, что он мёртв. Всё, он не верит в себя. веры нет. Он будет верой твоей жить. Мы верой в Бога жить не должны. Мы своей верой должны спасаться. А сила от Бога, да. Сила от Бога. А вера от нас. Вера — это шаг, это действие, это воля, это решение. Вера — это решение и действие. Если нет решения и действия, проявления, то вера мертва. Желание простое. А дети, они в любви, они в Боге. Поэтому нам вот, кто попадает отсюда, те, кто не любит детей, кто их эксплуатирует, ограничивается, не впускает, потом сам здесь попадает. И дети тоже обижаются, исправляются, потому что они не объединены. Все один, там, один, тут. И система матрица всех нас имеет. Всех. Дьявол, мусифер, наше же отражение, наша плоть. Баланс в этом году придет, мы в баланс придем. Чудеса будут везде, по всему миру. Везде. Вы не можете себе представить. Все, что вы мечтали, оно все будет, ну и как вы себе мечтали. По-другому. Круче, лучше, чище, живее, живее. Это все фантазия была в голове, во сне. Красиво, чувство, конечно, чувство. Это душа говорит, пока сознание спит, чувство. Но если ты не настроен на хорошее, будет плохое. Ты же сам настраиваешься. Поэтому сейчас настроились много, много очень людей на хорошее. И мы магию любим, проявим, все вместе. Мы же дети. У нас любовь. У нас Бог. Если мы взрослые тоже станем детьми, а сейчас после карантина просто не умер уже никто. Глупее не стал. Впоследствии все лучше. В школу не ходили так, как надо. Да, не работали сколько надо. Но все в принципе нормально. И даже лучше, спокойно. Поэтому, может быть, не все так плохо. Может, мы, или многие из нас, настолько уже решимы, что все те, кто решается служить любви, служить любви, не любовь искать, а любви служить. Любовь — это Бог. Если мы служим любви, мы служим Богу. Если мы служим Богу и любовь используем, мы используем Бога, чтобы служить Богу. Это называется «даш на дашь». Называется использовать других. Это значит кулаком и локтем пробиваться за счет других. Это не должно быть у нас. Не должно быть. У нас должна быть свобода, чистота, мир, добро. Это все то, что в наших сердцах, когда мы детями сюда приходим, для нас хранится в чувстве, в бесформенном виде, в бесформенном виде, любовью, заботой, жизнью, чистой. И только то тело немощное, очень рубкое, что мы, взрослые, должны следить, чтобы оно было чистое, физически чистое, здоровое, питание, вода чистая, воздух чистый. Это значит дети, Боги, мальчики, девочки, должны сосуд свой сберечь, чтобы долго жить сотни лет, тысячи лет. Понимаете, это возможно, это возможно. А мы что делаем? Мы их пачкаем, мы их держим долго, пока та свеча сгорает, тухнет, нежели донести ее до того места, где она будет гореть вечно. в общем мире, там, где есть любовь, там Бог, а Бог вечен. Значит, если мы в любви, мы тоже вечны. Давайте будем любить друг друга. Давайте. Любим всем нам. Любим.